В Красноярске на дистанционное обучение ушли классы в 23 школах города, а в некоторых учебных заведениях детей отправили на досрочные каникулы. Об этом сегодня заявили в городском управлении образования. Тем не менее, родители учеников говорят в учебных заведениях, им не дают никакой информации. Софья Питеркина сегодня разбиралась в этой теме. Соня, что известно сейчас? Официальные ведомства как-то прокомментировали ситуацию? Юля, на самом деле, пока я готовила материал на эту тему, у меня сложилось ощущение, что в этой теме не найти концов и непонятно, кто вообще за что отвечает. Тем не менее, родители продолжают звонить, продолжают оставлять обращения по поводу коронавируса в школах. И сегодня мы направили официальные запросы в Роспотребнадзор и Управление образования города с просьбой ситуацию прояснить. И вот, как рассказали в Управлении образования, сейчас в 23 школах Красноярска некоторые классы ушли на карантин. Причина – либо учеников нашли коронавирус, либо у педагогов. По каждому случаю Управлением Роспотребнадзора вынесено предписание проведения специальных санитарных мер и постановление об ограничительных мерах. Точно известно, что среди этих школ гимназия номер 7, 34 школа, 53 и 151 школа, 13 гимназия, 7 лицеи. И там, к слову, детей и вовсе из-за коронавируса отправили на досрочные каникулы с 28 сентября по 7 октября. И вот, как нам рассказали в Управлении образования, постановление об ограничительных мерах в школах выносит Роспотребнадзор. Мы попросили представителей этого ведомства прокомментировать, следят ли они за эпид-обстановкой в школах и дают ли какие-то рекомендации. И вот какой ответ получили. А так, в целом, по ковиду в школах вы как-то можете вообще комментировать? Нет. А почему? Там у нас единичные случаи, не связанные между собой никак, там комментировать нечего. То есть, как бы, по сути, Роспотребнадзор никак не контролирует вот эту сферу? Учебный процесс никак. Каким образом будет организован учебный процесс? А коронавирус в учебных заведениях никак? Никакие рекомендации не даете? Рекомендации на сайте федеральной службы даны для всех видов деятельности. И все хозсубъекты должны их выполнять. Вся информация была доведена до и Министерства образования, образовательных организаций. Мы сегодня также просили ведомства пояснить, есть ли какие-то лимиты, при которых на карантин уйдут все школы Красноярска. Но на этот вопрос там тоже никто не ответил. То есть, получается, COVID-19 в учебных заведениях есть, меры вроде как принимают, но ощущение, что за эпид-обстановкой в школах следит не Роспотребнадзор, не Управление образования, а сами директора этих образовательных организаций. На них же ответственность за введение дистанционного обучения в классах. К слову, в остальных регионах России сейчас обстановка с коронавирусом в школах тоже непростая. Так, в Томской области 28 классов ушли на дистанционное обучение. В Астрахани на карантин ушла одна школа, в Новосибирской области 65 школ частично перевели на дистант. Заболели 48 школьников и 13 педагогов. В Абхазии от ковида умер один педагог, и из-за этого на две недели на карантин ушла вся школа, где работал учитель. В Екатеринбурге из-за случая в COVID-19 дома учатся ученики сразу двух учебных заведений, еще в четырех на карантин ушли отдельные классы. При этом глава Министерства просвещения Сергей Кравцов на этой неделе заявил, цитата, «Эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях спокойная, есть точечные заболевания». Конец цитаты. На этом у меня все. Юля.